Рыбалка для смелых и незаконно послушных. Ноябрьский лед на Увицком водохранилище еще не окреп. Видны промойные трещины. Однако экстремалов, готовых испытать замерзшую корку на прочность, всегда много. Это Ивановский район, деревня Баглаева. Рыбачить здесь нельзя. Выходить на лед тем более. С проверкой на территории водохранилищ инспектор ГИМС, сотрудники полиции и администрации. В зоне видимости три рыбака. За обрывом притаились еще четверо. Ну вот при подъезде сюда на автомобиле, вы же приехали сюда на автомобиле, там установлен знак «Выход на лед запрещен». Ну вот такая вот невнимательность чаще всего и ведет к трагическим последствиям. Вот вы в курсе, что у нас уже на территории области были провалы под лед? Мы уже далеко не лезем на акваторию. Мы здесь по краю ходим. Ну здесь тоже глубина соответствует. Здесь метр. Все как один не видели запрещающий знак и готовы доказать, что лед крепкий. Однако это заблуждение. Толщина лишь видимая. Основной сейчас лед – это вот замерзшая снежница, которая выпала в ближайшие дни и замерзла на поверхности льда. А лед считается достаточно крепким и надежным, который сине-зеленоватого оттенка. Уже за эту, по сути, не наступившую по календарю зиму погибли три человека. Один неподалеку от этих мест – близ деревни Иванково. Все они провалились под лед и не смогли выбраться. Они просто не осознавая своей прихоти, что они хотят половить рыбу с неокрепшего льда, они просто подвергают своей жизни опасности. И может быть даже кого-то из них, кто сегодня будет привлечен к административной ответственности, может быть, спасли ему жизнь, что он не провалился под лед, а дальше продолжая рыбачить. Протоколы об административных правонарушениях составлены на четырех рыбаков. Всем им грозит штраф от 700 рублей до 1000 за выход на водоем под запрещающий знак. Безопасного льда, по словам специалистов, стоит ждать не раньше середины декабря. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Ивановский район.